Это выход в чешище дроу-дроу-драву-драву-драву-дриву. Здравствуйте, дорогие друзья. Надеюсь, что вы меня видите. Сегодня 21 число. Песня в 21. Собственно, в 21 и выходит. Сегодняшний день такой, может быть, и не случайно, так совпало, что хотелось исполнить именно вот эту песню про золотых шлюх. О! Здравствуйте, дорогие друзья. Габрилова. Видите? Ирина Печук, Валерий Фигловский. Москва. В Петербурге у нас идет дождь, поэтому Светлана, очевидно, у компьютера. Сердечки пошли, значит, вы видите хорошо. Напоминаю, что именно вот в такой вот как бы замечательный день у нас в 41-м году наступил перелом во Второй мировой войне. Понимаете? Два товарища, Гитлер и Сталин, перестали дербанить Польшу пополам. Вот. И делить мир там кому-чего. И Гитлер таки надул Сталина и, значит, и вот так. И открыл его, так сказать, те, как это называется, Лена, его поступок вероломно, вероломно его, значит, того. И наступил перелом во Второй мировой войне, с которой, с этого момента она начинается Великоотечественная. Почему так называется, не я знаю, и то есть я не знаю. Ольга Заславская, привет. Привет, Оля. Я в Петербурге пишу. Правильно сделаешь. Света Ефремова, привет, Михаил. Владимир Данченко, Украина на связи. Привет, 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 друзья. Хорошо. Песня будет про золотых шлюх. Ну, вообще, название такое, золотые шлюхи. Это будет такой добрый стек. Я надеюсь, что будет добрый стек. Валера, важно, выскочил. Привет, Михаил, по-моему, вы не останавливаетесь у меня, когда приезжаете. Почему вы не останавливаетесь у меня, когда приезжаете в Златоглавую? Будем иметь в виду это Валерий. Обязательно будем останавливаться, соберем тусовку, сделаем концерт и так далее. Слава балетников. Слава, молодец, Слава с нами. Значит, там тоже идет у них в сфере дождь. Дождь, Слава. У вас дождь идет ли где? Вот. Значит, у нас, очевидно, вещество, которое разгоняет облака, кончилось. Поэтому тоже в Петербурге чешут дождь по полной программе. Валерий, Шлюхи. Так вот, я хочу, так сказать, петь добрую песню. Песня может быть злая, но я спою по-доброму. Потому что она предназначается для моих друзей. Потому что смотрят на меня исключительно друзья. Враги на меня не смотрят. Вот. Которые болеют за футбол. Вот я вот это не понимаю. И вот как так можно, например, чтобы твое самочувствие, твоя самость, твое самоуважение, зависело от того, как вот 22 булая. Если бы еще это были люди. Это просто какие-то продажные ребята, которых покупают. Если бы это были твои, не знаю, из твоей стороны ребят или из твоего города. Просто какие-то, их купили там какие-то бренды. Пацаны из нашего района. Да, из нашего района, пацаны, были бы еще, было бы понятно. Ну, наши, типа. Там можно вместе с ними поиграть, да? Это одна история. А когда какие-то бренды там, чего-то там бегают. И от этого зависит того, порвал ты всех или тебя порвали. По полной программе, как Гитлер, Сталина в 41-м. Вот, или как Сталин Гитлер в 45-м. Ну, неважно. Понимаете? Ведь гораздо лучше, например, тебе там полтинничек такой, а ты встал утром, обул кедики, надел треники, еще и 20 километров выдал, а? И уважай себя. Ты же их сделал сразу. Всех там. Кто не пробежал 20. Или ты так, подъем, переворотом, раз и сделал в 50. Или ты, там, не знаю, полюбил 8 женщин за одну ночь. Гордись. Вот. Например. Или родил там 10 детей. Гордись. Че там? Вот. Ну, еще, что... Да, пора песню петь. Я призадумался, пора песню петь. Что плохого в наши дни еще происходит? Что под этот шумок, под чемпионат, да, продолжает сидеть Олег Сенцов. Вот. И у него уже почти 39, да? 39. 39 сутки он голодает. Это я не прошу, я требую. Я требую, чтобы его освободили. Вот. Требую у правительства, которое я считаю нелегитимным. В данный момент. А еще прикольно, знаете, когда один из депутатов наших там сидит, там, где-то самое, который борется за сохранение Петербурга. Еще прикольно, когда он сидит в шарфе «Зенита» и кричит «Зенит чемпион». На этом шарфике нарисовано лейбл «Газпрома». «Газпром» – организация, которая хотела уничтожить наш Петербург как исторический памятник. «Зенит» – организация, которая ее рекламирует. А депутат сидит, как известно, кто с этим шарфом пиарится. Вот. Все, я все сказал, наконец, пою! Лена Монова... О, Маша-ка нарисовалась. Машенька, привет, чмоки! Далее все. Сам-то я не видел, только ходят слухи, что на свете существуют золотые шлюхи. Если денег очень много, можно их купить, продать. И они за это дело станут мячики вина. Прямо на радость можно их купить, можно их продать и поменять. Сам я не любитель, говорят, на деле. Есть ребята, шум вареют за эти партели. Эти рысари ревнивые, если только верен слух. Они до крови бьются, за таких вот и потаскух. Ну, прям до крови, если верен слух. Если только верен этот слух. Та-та-та-та-та-та-та... Я спросил... Ребята, вам не надоело, если наш удел сражаться, то хотя б за дело. За дело. И никто не дал ответа на такой простой вопрос. Дело было прошлым летом, еле ноги я унес. Вам на радость ноги я унес, ноги я свои и дела унес. Слышу ваши бурные аплодисменты. Спасибо, друзья, полностью вам песня понравилась. Даже тем, кто с ней не согласен в корне. Светлана Ефремова. Привет из Штатов. Елена Прудникова. Добрый вечер. Олеся Гречуха. Привет из Кривого Рога. Мария Горбач. Ирма Палагина. Отлично успела. Мария Горбач первым с вами. Алекс Лисовский. Привет, Германия. Ирма Палагина. Так это про футбол. Это про оно. Алена Блинова. Всем привет. Чебоксары здесь. Спасибо. Ольга Заславская. Привет, Алена. Привет, Алена. Алексей Кудрявцев. Привет, Лёша. А где Саша Заславский? Кудрявцеву понравилось. Кудрявцеву понравилось. Да, ну я его видел с мячиком. Заклана Ефремова. Хорошо, Миша. Задал ты ему. Вот. И я хочу в последних строках сегодняшнего нашего письма пожелать, чтобы все мои друзья, поскольку они все, все роли разобраны, и чтобы вы все состоялись как именно вы, как вы. Мне как кто-то там бегает по полю. И от этого зависит, победили вы сегодня или проиграли. Поднялись вы в небеса или вас опустили, как на зоне, грубо говоря. Ребята, каждый из вас может сделать нечто, чем он может гордиться. Сделать нечто. Подумайте, что. Написать книгу. Сделать сценарий. Опять родить восьмерых детей. Нет, девятерых. Вот как рязанцы вы. Сколько у них уже? Уже. Уже. Ого. Девять. Да. И гордитесь этим. Построить дом, которого нет нигде. Собрать автомобиль. А представьте, как можно гордиться своей страной. Например, если бы у нас были гаджеты. Вот, не знаю, в Петербурге они бы выпускались в Москве или в Перми или еще где-нибудь. За которым стояли бы в очередь американцы там, англичане, немцы. Ой, как хочется русский гаджет. Вот такой замечательный. Или автомобиль. Они бы... Или они приезжали бы к нам лечиться. Понимаете? Как будто там вырезать чего-то или зашить. Поменять сердце там, клапан какой-нибудь. Теннис пришить запасной. Если бы они к нам ездили вот за этим всем, тогда бы мы гордились. А так что? Как будто вот вышел с Египтом, да, побили Египет. Это как будто мы вот вышли с пацанами. И побили каких-то первоклассников. Йо, мы крутые! Давайте гордиться тем. Достигать того, чем можно гордиться. Еще бы гордились тем, что у нас в стране свободно дышится. И говорится свободно. И что Олег Щенцов не сидит в тюрьме. Что его отпустили. Что художник может говорить. Вот. Не рискую, что его завтра постучат. В двери соберут его понемногу. Вот. Я не могу всех перечислить. Потому что у меня даже мозгов не хватит. У нас этот самый Тверской... Сидит тоже. Серега. Пожилой. Мохнаткин. Мохнаткин, да. Тоже жалко. Дядька классный, блин. Он тоже, как я, когда-то там задерживал преступников. А теперь сам сидит. Вот. Это ему не пошло в зачет. Все. Всех обнимаю. По-моему, я все сказал. Вот. Хорошего вам продолжения лета. И в Америке. И в Европе. И в Азии. И в Австралии. И чтобы у вас все сложилось. И чтобы вы обязательно влюбились. А если уже любили, то еще довлюбились лучше. Вот. С вами был Михаил Новицкий. И наш незаменимый оператор эфира Елена Пинчук. Пока, друзья. До новых встреч. До новых песен. Скажем так. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова